господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 313 события дня притча соломона 16 7 когда господу угодно пути человека он и врагов его примеряет с ним вот я считаю это практике было у кого или нет так чтобы он сказал да ну примеряет этому угодно не угодно это бог это наше отношение с богом тут проверить не так просто но тут дается признак по которым можно проверить бог примеряет врагов с ним врагов настоящих непримиримых и вдруг наступает полное перемирие значит путь этот угоден господу ты уже даже или по крайней мере намек на это есть что путь того и угоден господу я вчера говорил об этом у меня врагов нету меня садили которые прочие и везде дальше наступает перемирие примирение они ко мне приезжают берут книги или еще что-то при том высокое начальство очень я говорю которые судили меня там такие звания у них нету вот они показания давали там кандидаты разные когда меня судили а потом простите я вот говорил и а почему просишь прощения на совесть неспокойно вы на родителей наших проклинаете игру мы молились только молились это другим рассказывает а звание там генерал и прочее уже на пенсии совесть еще мучает почему молитва живой бог живая молитва если ты сам живой представьте как вот идешь по городу и друг человека становится и тебе называют у меня помните таких вас прошло много не помню а я помню я так благодарен вам это у меня вот то 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 там а дальше ролик посмотреть полезен много и ставят против там а вот вот михаил кальмаев сделал из моих выступлений там где посвящается всем ушедшим из православной церкви вот там я был у них там кто-то что-то там нашел лучше разная причина есть а когда расскажешь мне ничего и нет а теперь пришел в ушу опять ну и вот рассчитайте о женщинах лучше злой мужчина нежели ласковая женщина женщина которая стыдит до поношение сегодня рассуждали девочки учатся как правило лучше она раньше не деградирует по разуму почему причина одна не слушались не было послушание мужьям и везде женщин только обнажает и обнажает и везде все картинки в этом есть поехали в иран сейчас показывает зарядите просто мини-футбол молодые девчонки им сказали в хиджаб одеться надо и они оделись в брюках правда те так разрешается это но на голове как два платка ни одной волосинки не видно как будто наши а вы готов четвертый раз приезжаем для нас это не проблема одержали победу девчонки вот я могу вы даже показать где это чтобы человек мог убедиться так я сейчас могу не в раз найти сейчас я посмотрю где это есть вот как ищется сообщение потом я вчера или соболев показал вот она сейчас увидите вот они играют вот они стоят видно нет платки как вот она стоит два платка поводник вот она россия написано и все женская сборная россии по мини-футболу сыграла два матча в хиджабах и главное подчеркивать что в хиджабах они вообще ничего нет ну если бы всегда так было но тут в брюках они это не годится вот они веселые девчонки вот они играют те и другие а в этих кого ну там что там у них там юбочки или короткие штаны во время футбола вот они совсем молоденькие девчушки все как приехали помнили писали патистан так и не выпустили оттуда и пока не наденет хиджаб она была зартащилась а кто там их встречал посол в стране он говорит оденетесь а статья была от азербайджана до азербайджана ну почему так не одевать это у рамзана кадырова сидят женщины там при собрании где он ведет женщины все до одной платке дабы показывает у русских сидят где какой бы все до одной без подка без подка значит нет власть это власть платок это власть что на ней есть власть здесь притом это для ангелов для ангелов павел говорит вот я говорю о совсем маленьких таких вещах но за этим сколько скрыто если нет послушания ну и ничего и нету все остальное это не имеет значения нашел я что больше смерти женщина потому что она сеть и сердце усилки руки оковы добрый пред богом спасется от него грешник уловлен будет ею и вот начинает там это от первого брака от второго ну и дальше пересисляет кого бы не было там артисты ну везде буквально это везде это редко редко где вот так чтобы с одним ну ну что когда с одним именно то я на то руководитель вольф штазе 40 лет там белую жену оставил там 2 3 брак 80 лет теперь и и думаю там я говорю о людях которые мне зла не сделали просто евгений в тушенко 4 брак дети собираются вместе но не официально мусульман разрешен а здесь нет а почему а вот почему тимофея 212 очень жене не позволяю не властвует над мужем но быть безмолвен вот это вот это уже в новом завете но посмотрите где в семье соблюдается это правило не властвовать а зачем павел говорил об этом но увидел что властвует подкаблучники жена требует просто строгого отношения к ней и сидор пилосиот говорит чем строже мужчина относится к женщине тем больше она привязана к нему она понимает это скала за которой можно скрыться это не тюхтя какая-то учить же не не позволяю павел не позволяет ноешь пошел то а сама говорит я христианка не позволяю че ты учишь мужа то совсем он не понимает ничего не властвовать надо можно быть безмолвие безмолвие женщина чтобы не стрекотала там разные уже анекдоты составляет возьми святой воды вот и как муж развивается а ты воды хлебни и тогда во рту держи еще держи то не в воде дело то может быть а может быть то что рот раскрыть нельзя вода вытащить вот вчера один мне пишет у нас дорога сломалась машина и мы не могли проехать куда это по допустим в швеции сломалась а в норвегии не могли так у нас было во франции машина стала ломаться и пришлось оставлять книги с разрешения людей которые сказали мы их передадим в такую-то библиотеку проходит уже два года человек от это исчез я не знаю и он говорит я болел операция была и теперь книги я за свой счет могу куда скажете выслать и там они узнавали где-то вот я пишу мир вам дорогой андрей нисколько не переживайте желаю вам здравия душевного спасения во христе иисусе а насчет книг есть несколько вариантов никуда не нужно и пересылать да еще и защита счет это безусловная мера я только что отправил полные комплекты 38 книг в испанию в это воскресенье если бы вы выделили книгам место где-то в комнате или еще где но где они не смогут попортиться ни от грызунов ни от перемены низких высоких температур и когда будет ко мне запрос выставить близкие к вам края тогда я и дам вам адрес на вас это за границей вы только дайте мне сейчас свой точный адрес еще раз и телефонов несколько через кого эти люди смогут выйти на вас или на тех у кого будут книги и когда они оплатят полную стоимость пересылки вы вышите книги или они приедут пересылки чтобы ему потому что они у него вот отправляет когда свой счет а за стоимость книг они мне заплатят а мне они заплатят стоимость книг только нужно уведомлять меня состоянии дела чтобы можно было провести корректировку может стать так что найдутся хорошие люди то есть это другой вариант еще может быть на там 3 экземпляра остались которые выйдут на меня и дадут слово что не попортят книги никогда что они желают их иметь но у них нет средств приобрести их тогда я и переговорю с ними смогу подарить им книги во славу божию во славу божию во славу божию вот только сейчас увидал что буквы не так в настоящее время стоимость книг такова цены по стоимости издательства на 1 12 15 на все книги наши 38 книг 750 евро или 876 американских долларов по курсу на 1 декабря 2015 года плюс стоимость пересылки в америку стоимость пересылки все время повышается это 30 килограмм две коробки и плюс два пакета приблизительно еще 200 долларов мой телефон такой это еще несколько запасных телефонов через которые можно выйти на меня и дальше я даю телефон и жду ответ ведь вот это событие целое событие два года не было только молился и а человек не православный не православный но видно что очень хороший потому что я ехал в англию великобританию по приглашению какого-то пастора там у них какой-то след был чтобы я там был в это время то но у нас не заладилось или с посольством потом машина поломалась уже во франции русская деталь там показалось внутри там мотор передаточный вал горючего это шестерня полетела и вчера решил заглянуть в интернет о детском лагере нашем сколько там про нас пишут про лагерь и все ничего главное что дети убегали из лагеря значит сколько его я не знал что столько закрыта лагерей нарушение нашли кажется восемьдесят восемь процентов лагерей нарушения и пишут такой-то штраф 1,8 миллиона штрафы такой-то области вот столько-то во всех областях 110 тысяч работников роснадзор то вот это да вот это работают работают деньги выколащивать из детей ужас это кто-то же придумал это сделать неужели им это задание дали то иногда закрывает почти все сто процентов лагерей где дети будут теперь вопрос состоит но нигде никто не знал что делать детей приходят в машину забирают жара не пить не есть не дают они там целый день машине сидят у нас этого не было ни одного ребенка не взяли почему события надо пережать мы заранее провели тренировки когда они приедут могут такое-то они угрожают заберут дети угрожают заберут ребенок не идет ничего не брать то его машину сунул дальше он уже все у нас не взяли не прикоснулись ни к одному ребенку но пишут пишут ну друг от друга переписывает лагерь закрыли такого-то роснадзор закрыл лагерь не закрывал лагерь роснадзор сколько раз говорю не закрывал не было этого я раз не было еще могу а закрыл какого числа но обязательно если закрыли какого-то числа надо указать нету бумага должна быть нету ну хоть как то то есть они просили приостановить деятельность лагеря когда суд был 27 июля внимательно слушайте 27 июля идет суд против лагерь против меня барнауле железнодорожного железнодорожного района суд и просят приостановить деятельность там на 90 дней а лагерь вообще действует всего 52 дня понимаете просят а лагерь закрыт расформирован полностью 18 9 дней прошло уже как закрыто лагеря нету она сшивает вот они просят то есть они не в курсе они не следят за самая им и не уведомлял ничего зачем я организовывал не никого не уведомлял 72 году лагеря 45 лет некоторые пишут 10 лет он еще не знает 10 лет и 45 все-таки ну разница заметная ну и дальше что хотят то и говорят но везде почти везде письмо митрополита сергия которыми московского патриархата здесь сергий иванников печатает его отзыв о лагере не знаю кто где притом эти ролики разного детский православный лагерь стал против роспотребнадзора но я вот показываю как давайте считать раз на алтае закрыли православный лагерь где детей учили прятаться от роспотребнадзора видео 2 детей в православном лагере на алтаре учили убегать от роспотребнадзора 3 детский православный лагерь стал против роспотребнадзора 1 как бы против роспотребнадзора что-то похожее там 18 да это видимо одно и тоже другие видео где вот сейчас я посмотрю 1700 нет это ну может быть это не буду считать 3 было и дальше 2 августа как детский православный лагерь учился от роспотребнадзора прятаться детский православный лагерь название 4 так роспотребнадзор закрыл православный лагерь на Алтае где детей учили прятаться от проверок 5 роспотребнадзор закрыл православный Лагерь на Алтае прятаться образом Роспотребнадзор то же нет и тут разное проверок таких детей dirtам совсем разные там разные хоть название одно подсказала 6 до роспотребнадзор российской вели 영ña 25 тысяч. Тысяч! Представь, сколько их... Детский православный лагерь сам против Роспотребнадзора. Опять. Семь. Детский православный лагерь учился от Роспотребнадзора, видимо, убегает детский. Восемь. Это разное. Прочь истинное православное детское лагеря. Девять. Девять только. Я уже не знаю, сколько там еще больше. И я их просмотрел. В общем-то, берут материалы наши, но варьируется. Что против, которое публикует, ни одного не нашел враждебного. Против кого воевать? Да, суд прошел. И суд отклонил требования Роспотребнадзора ввиду отсутствия состава преступления. То есть, ноль, ничего нет. Нету. Ни закрытие лагеря, ни суд это не решал никто. Я еще раз говорю, лагерь не был закрыт. Я люблю говорить такое слово. Профессионал. Вот есть профессионал. Фильм такой, посмотрите, там, как арестовывали. Ну, там, какой-то такой интересный артист играет. Французский фильм. Опережать события на несколько шагов. Я сразу высчитал, все больше лагеря не может существовать. Страшное слепление произошлось. И мы, суды, и полиция, и прокуратура, все за них. Это огромная сила, и ничего нельзя сделать. Сделать только одно. Расформировать лагерь, и кончилось на этом. И ничего нет. Больше они не подали. Там говорили, что сильно искали уголовное какое-то, что-то сделать. Но ни один родитель никакой жалобы не написал. Их подбивали на это дело. Вот события вчерашнего дня. События, как прошло, но оно на мне, раны-то остались. Свербит. Вот. У меня вопрос ко всем, кто вот смотрит у нас. А, вот и дальше-то. Роспотребнадзор в Алтайском крае. Ни один детский лагерь не откроется, если хоть один клещ будет на территории. При цитировании и использовании видео ссылка на сайт телеканала Катунь24 обязательно. Источник вот такой-то. Один клещ. То есть, один клещ. И они закроют, и деньги там, штрафы, везде миллионами только, миллионы, миллионы, миллионы. Клещ. В соединении с клещом ни прокуратура, никто такую помощь не окажет, как один клещ. А он инфицированный. Узнали они инфицированный. Понимаете? Вот такая игра, делать-то нечего. И деньги дают, получают, ничего не производят. Только, ну, официально можно разгонять детские лагеря. Это коммунисты не делали, повторяю, не было. Коммунисты приезжали у нас, они подыскивались. И вот она нас говорит, что у нас не было противопожарной безопасности. Какая? На кухне. Вот представляете, что сделано? Вот столбы, жерди заплетенные, плетение с двух сторон, соштукатурено саманом. Что будет гореть? Высокая пожароопасность. Что саман? Тут глина с соломой, глина замазанная. Как она может гореть? А дальше у нас из самана пол сделан, и сверху лежат пластины с корабля. Железные. Старные. Там, чуть не впали с толщиной. Как оно загорится-то? Ни одной деревяшки нету. Ну, положено. Но надо прорабатывать. ну, нет клещей, но у нас написано, надо прорабатывать. Дурь же это явно. Ни одного клеща-то нету. Нету ни в окрестностях. Вы найдите одного клеща, покажите, как он выглядит. Нету. Нынче вообще клещей не было. И при том, на свеполитных, инфицированных, вообще не было 200 лет. 200 лет, и ни одного случая. Ну, хвойного леса-то нету. На хвойном лесе заразное это где-то. Не важно, вы ни в местности протравливали. Ну, как протравливать? Плотную подходят коровы, я должен в корову яд загнать, молоко берем здесь. То есть молоко, значит, должны быть в лаборатории стоять, проверить, какое молоко. Каждый день бракиражный какой-то там, не знаю, названия правильно нет. Пищу проверять, кто-то должен смотреть, как будто проверяет Сталин. Но где проверяют, там отравляют. Поэтому проверяют там. Старя кормят там. У нас кто проверяет? Деревни все свои. Ну, положено, то есть у ней должность и надо устроиться куда-то. А теперь я скажу, без меня никуда. Вот человеку выпускают счетчики. Пришли счетчики заменить. Ну, у нас хороший счетчик-то. У Казани, они там где-то пролоббировали интересы, по полмиллиона каждому депутату на рассунули, а теперь миллиарды собирают. Все. Убрать? Ну, нормальный все. Убрать? У нас шифер считается достать, это хорошо. Советские ушли из Германии. Все шиферные крыши раскрыли. Только почему? А от шиферного что-то там для легких отлетает, где-то, где оно отлетает, с чего там, все уже замазано давно. Нет, не положено. Череписы. Черепису там издают, а шифера нету. Убрали. Это все в мире такое. Вот, положено, значит, все, есть. Помню, дерево плита тогда продавали в самом начале перестройки. Ну, и люди берут, больше неудобно, большая, толстая, в палец толщиной дерево плита. А у ней там смолы такие, они радиоактивное излучение дают, смола радиоактивная. Ну, и везде, везде, везде заплатили. Это и народ меньше стал брать. И в конце концов плиты почти исчезли. То есть, что угодно можно это делать. Развить вот такую рекламу отрицательную учился от потребнадзора. Еще. Ужесточит санитарные требования к детским лагерям. Оказывается, это не все. К нам требования 48 нарушения. Теперь будет 408. Подробнее вот еще где. В некоторых областях полностью данного лагеря закрыли. И теперь дальше уже много-много. Зарядите Роспотребнадзор лагерь. Это можно будет увидеть. У меня вопрос тут возник. Почему у евреев родословное сегодня по женской линии? Если еврейка, и она жила от русского, ребенок родился еврей. А если от еврея русская женщина родила, он не еврей. Хотя в Библии везде они знают прекрасно это. По женской линии родословной никогда не велась. Авраам родил Исаака. Исаак и прочее. Дальше от Авраама мы знаем вот Руфь на имение ушла. Муж и дети умерли. Оттуда пришла Руфь и от нее ну дальше ее мы видим это прабабка царя Давида. Так Давид кто был? Моовитянин? Если так считать то уже все Моовитянин. А дальше не имеет значения сколько. Дальше только евреи были. Женщина одна еврейка победила все. Так не бывает. Женщина это земля. Мужчина это семя. Где вы сидите? Так везде написано от семени Давидова. Семя. А женщина это только земля. Но мы же не говорим вот земля черноземная. Посеяли пшеницу или подсолнечник. Какое семя? Пшеница подсолнечник. На любой земле она пшеница и подсолнечник. Она не может быть солончаковой назвать. А слово подсолнечник убрать. Совсем непонятно. Если так считать так и у христа нечистая родословная женщина встречается Давыдова и от Раава Рахав как пишут они. Никак не могу понять. Почему? Для себя я думаю так потому что ну где определишь мужчину как кто он был. А женщина он еще мужчина как кот. Встретился кошка знает кто? Нет я уже так пример говорю. Мужчины другой раз. Но что она именно родила это точно на 100%. Она родила ребенок у нее с бирочкой бывает и там подменят. Вот теперь можно определять. Может с этой позиции они стали определять мужчину вообще от кого она нажила? А у меня муж был еврей. А какое доказательство? Нет. А где муж? Да умер там или убили или ушел. Я думаю только поэтому ввиду невозможности точно определить а женщина точно решили по женской линии. Но думаю что это не имеет обоснования на страницах Священного Писания. Для меня вопрос этот никакой роли не играет но просто несоответствие. Если во свете Библии во свете Библии так не получается. Вот у нас какие ресурсы я хотел показать. Это наш теперь всех поздравляю день рождения день рождения. Вот смотрите как делаю день рождения мой мир. Они приходят. Я смотрю наше что-то есть но нет нашего ничего тут нет. Бывает перетягивают ролики и саращенок сидит. Это очень интересно. ну как ну никак у меня есть заготовка вот я сейчас покажу день рождения я его так вот копирую выделяю заактивировал теперь взял ну и что можно даже просчитать что такое вот сейчас я ему захожу у него день рождения Евгений какой-то все поздравляют его ага что у него вместо леса ботинок ну не с ботинком же я дружу таких как правило я убираю но поздравить сначала надо вот я сейчас выхожу на него ну в друзьях у меня он как раз сейчас в этом а теперь я отправляю ему отправляю все и что тут написано просчитаем дни рождения справлять не нужно поздравляет с днем рождения как будто какая-то есть твоя человеческая заслуга что вот год жили нарушали заповеди божии грешили и ангел не обрезал нить жизни поздравлять тут вовсе не с чем как говорит святой Иоанн Затауст празднование дня рождения Ирода закончилась гибелью величайшего пророка Иоанна Крестителя и так дни рождения никогда не следует отмечать ни подарки делать ни праздновать по-мирски подарки можно сделать в любой день а нужно обязательно прочитать благодарственный канон ангелу-хранителю что оберег нашу жизнь сберег нашу жизнь и не отринул нас вместе с нашей суетностью сходить в храм божий конечно же приготовившись достойно к тому причаститься если есть возможность сотворить милость кому-то подать милостыню день рождения напоминает нам о том что на один год мы стали ближе к уходу с этой грешной земли и ближе к страшному суду божию а там ведь все не так как здесь как говорит нам святая библия дальше лука 9 23 ко всем же сказал если кто хочет идти за мной отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною вот первая ступень отвергни себя растолщи свое я растопщи тут нужны радикальные меры борьбы с самостью сергахов 839 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь риминам 1311 ты так поступайте зная время что наступило уже сейчас пробудиться нам от сна ибо ныне ближе к нам спасение нежели когда мы уверовали и потому желаю вам проверить себя жить уже далее так как требуется по слову божию после рождения свыше жить абсолютно новой жизнью во Христе Иисусе жить под водительством Духа Святого ожидая грядущую Мессию Христа Бога Истинного и знать Его святую волю исполняя ее ну дальше заходите на наш сайт на наш мой мир показывают здесь в ютуб на форум о нашем детском лагере и прочее вот такое поздравление вот он сейчас получил как правило на это еще ни одного отзыва не было не было отзыва ни хорошего ни плохого ну вот мой мир вот так выглядит тут легко писать вот сюда заходите вот сегодня поставил только с ютуба я все переношу сюда дальше у нас есть что еще тут есть форум вот православный форум богатый заходите сюда тут между собой сражаются и вот видеоканал вот видеоканал видите какой вот пока говорил еще кто-то пришел вот колокольчик и цифра 1 вот я не знаю там хорошее или плохое поэтому если что-то бывает матерки там разное я уберу нет защитить не знаю если бы я его тронул то цифра 1 исчезнет и явно видно что-то новое нетронутое вот смотрите парализованное во славу Христову так что тут такое то о чем тут события дня когда Господу угодно пути человеку Сергей парализованный сейчас я просчитаю что это состояние не златоуста и не общество это скудный дух проповедников от которого хочется уснуть и не проснуться ну о чем-то там есть я не знаю это события дня пути человек от проповедников ну не знаю даже это о чем надо заново будет просмотреть ну вот такой отзыв уснуть и не проснуться дальше у нас сайт во свете Библии вот Сергей прочитал там и остается так заново надо будет посмотреть о чем я не смогу даже сказать раз говорит значит он прослушал а у меня-то это с опозданием почти на 10 дней ставится вот здесь все есть и книги насчитаны 50 книг и вот как говорится проповеди сижу дома сейчас не в Потеряевке и поэтому событий таких никаких нету а чего я в комнате сижу вышел на улицу воробьев жуланов этих накормил дятлам там дал сорокам дал собакам кошек покормил голубей чем занимаюсь у меня свой зверинин здесь больше ничего и не было целый день в интернете ну и молитва молитва семикратно в день прославляем Бога вот такой вот это три святого и сто поклонов был бы не верующий на пенсии с тоски бы помер я все время благодарю Бога как хорошо быть верующим какая жизнь осмысленная люди звонят помолиться и все время чувствуешь востребованность свою вот уже к вечеру уже вечер вот-вот будет а я еще голубям не лазил тогда скорее Володя с работы пришел уже я тоже побегу посмотрю что там у них ладно-не ладно там бывает ну что-то там где-то зацепится все нормально средств поблагодарил Бога вот это событие за прошлый день это в конце мы утром уже даем отчет за тот день Богу нашему слава во веки аминь